Субтитры создавал DimaTorzok Александр Сергеевич Карташов, Александр Сергеевич у нас, ну как я его называю, нетипичный ученый и в этом смысле очень полезен его взгляд на проблему коммуникации ученых и бизнеса, о котором уже начал говорить Данила Викторович. Александр Сергеевич, пожалуйста, вам слово. Добрый день, коллеги. Хорошо ли слышно? Да, слышно, Саша. А видно на весь экран? Да. Приветствую вас на этом молодежном семинаре. Расскажу вам о… Ну, во-первых, Наталья меня представила как ученого, я не ученый. Сейчас расскажу, почему. И в целом мой доклад будет рассказом вам о моих сложностях коммуникации между учеными и заказчиками, причинах, проблемах, основных ошибках и даже, наверное, нескольких эффективных практиках, которые я отмечу. Как сказала Наталья, я, Карташов Александр, у меня для вас, как обычно, две новости. Одна хорошая, вторая соответствующая, обычная. Начнем со второй, с плохой. Я не из науки совсем, я не работаю в ней, никогда не работал, вот, но я буду сегодня говорить из позиции предпринимателя. И это хорошая новость. Почему? Потому что, не работая в науке, но сталкиваясь с наукой, я могу говорить о ней достаточно свободно. Прямо скажем, меня за это никто не уволит, а поскольку я предприниматель, меня вообще в принципе уволить нельзя. Вот, и поэтому извините за, наверное, некоторую излишнюю прямоту, если вы ее такую увидите или почувствуете. За прошедшие два года я столкнулся примерно с десятком научно-исследовательских институтов, поработал в группе исследователей научной инфраструктуры и даже попытался совершить несколько попыток сделать нечто вместе с НИИ. Каким выводом я пришел? Самый главный вывод в том, что наука в России есть. И это мой самый главный тезис сегодняшнего выступления. Я попрошу вас, мой дальнейший доклад, слушать, удерживая именно этот тезис и попытаться понять то, что я говорю дальше, именно из этой предустановки. Я считаю, что наука в России есть, но наука — это специфическое. Это наука по Грилсу, а это наука выживать. На самом деле мне показалось, что институты в основном сосредоточены на том, чтобы выжить, сохранить себя как организацию, сохранить свое место работы в этой организации и в целом смочь остаться в ландшафте, в общем ландшафте российской научной деятельности. Некоторые из вас, наверное, сразу поняли сейчас то, что я имею в виду, а некоторые могут быть возмущены. Я о возможном таком возмущении знаю, и причины этого разделения на тех, кто понимает и возмущается, я с вами обсужу чуть дальше, через несколько слайдов спустя, когда мы с вами пройдемся по кругу. Российская НИИ, то, как я его увидел, то, каким оно мне показалось, это задачи, связанные с тем, как придумать, чтобы накрутить 200-процентную среднюю и выполнить указ, изобрести новый прибор из веток из-за ленты, нафантазировать якобы стратегию, якобы развитие, для того, чтобы, возможно, получить какое-то допфинансирование, при этом победив внутри тех коллег, которые прочно удерживают под собой стул своим эфедроном, боясь перемен, отремонтировать котельную уже наконец-то, а вот потом уже что-то про исследование, потом как-то привлечь молодежь, и где-то, где-то в конце списка на третьей странице под пунктом номер Н появляется, появляется, может быть, что-то сделать для бизнеса и отрасли. Тут надо понять, что я говорю о таком стереотипном, который я для себя сформировал, как обобщающий образ. Я, безусловно, знаю другие примеры, примеры, когда в организации находится конкретный герой и, допустим, выстраивает действительно эффективную работу с бизнесом или эффективную работу с молодежью или эффективные исследования. Но, наверное, как эти усы распределения, их стоит временно откинуть и поговорить о том, что является основной частью, стандартной моделью поведения. Я также заметил, что главный учёный, как я его называю, в НИИ, например, замдиректора по научной работе, он наукой занят примерно процентов 5 времени. Я этот слайд однажды показывал на таком высоком собрании, вызвал там живую дискуссию на тему того, должен ли замдиректора по науке заниматься в целом большей частью наукой или всё-таки его функция делать всё, что угодно, для того, чтобы обеспечить научный процесс в существующих условиях. Я всё-таки считаю, что главный учёный в НИИ должен заниматься наукой и удерживать исследовательскую повестку, исследовательские процессы, а всё остальное должен делать не он, другие люди. Здесь можно копнуть дальше. Если главный учёный хотя бы есть в НИИ, то главного человека по бизнесу я ни в одном НИИ не нашёл. Ну, просто нет позиции в штатном расписании. Может быть, и есть где-то, но я не нашёл, я искал. И говорить о том, что как обсуждать тему, как должен НИИ взаимодействовать с бизнесом, не имея держателя такого процесса внутри НИИ, это побольше, ну, как бы смягчу. Это странно. Есть НИИ отдельные, в которых эту функцию захватывает очередной герой, и им, конечно же, мы поём оду и радуемся тому, что они, в принципе, существуют. Это не является системой, а, скорее, исключением. И переходя, как бы, к организации, к НИИ, как я её для себя обобщаю, я считаю, что миссия среднего, усреднённого российского НИИ — это выжить, выполняя госзадания. И именно вокруг этого строится вся деятельность организации, критические процессы, её деятельностная и организационная схема. И в этом есть, наверное, главное ограничение, главная проблема взаимодействия с бизнесом. Бизнес в этом случае, в этой миссии, ему нет места, и он не является и не может являться заказчиком внутри этой картины мира. Итак, я обещал ранее, что мы с вами пройдёмся по кругу. Вот этот прекрасный слайд, на нём почти ничего не написано, кроме того, как я это всё обобщаю. Я это обобщаю как неестественный отбор. О чём я говорю? В чём круг? Мне кажется, это моя частная позиция, система государственных исследований настроена и работает сейчас так, что она тренирует, выращивает и поощряет ни учёных, ни исследователей, а хороших, крепких администраторов-бюрократов, которые, вырастая по карьерной лестнице, попадают в ран. И я здесь имею в виду не в смысле академию, я её имею в виду в кавычках, подразумевая попадание этих людей в группу уважаемых, заслуженных учёных, которые по роду своей деятельности определяют, как наука движется дальше. И попав туда, натренированные существующей системой, существующей культурой, они дальше продолжают воспроизводить то лучшее, чему они научились, выживая. Таким образом происходит хождение или даже бег по кругу, когда система воспроизводит не самые лучшие из своих качеств. Что же в бизнесе? Перейдём туда. Бизнес для меня я определяю как баланс риска и доходности и процесс непрерывного поиска этого баланса. Бизнес готов платить только при единственном условии. Если бы вы, те, кто получаете эти деньги, готовы разделить с бизнесом его риски. Бизнес платит деньги не организации. Бизнес платит не институту, не университету. Бизнес платит вам. То есть конкретному человеку, конкретному руководителю исследовательской команды или конкретному учёному. А в существующей структуре и культуре НИИ, пришедшие от бизнеса деньги, вы сами знаете, как сложно довести до конкретного исполнителя. Для этого внутренней, насколько я понимаю, как человек снаружи, нужно вступить в множество сепаратных переговоров и сформировать, так сказать, достаточно широкую группу людей, которые всё это смогут провернуть. Именно поэтому бизнес, придя в университет или в НИИ, пытаясь пробиться через все ему бизнесу непонятные ритуальные танцы, исполняемые традиционно на данной местности, в конце концов вынужден искать способ занести деньги не в НИИ, а лично конкретному исполнителю, а в конечном счёте просто забрать этого исполнителя и его команду к себе в бизнес, создав для него более благоприятные условия и обеспечив ему лёгкий переход. Ведь исследователи переходят. Ведь почему? Потому что исследователю хочется сконцентрироваться на исследовательской деятельности, а НИИ всё-таки обязывает выполнять ряд, или, простите, множество совершенно других ритуальных танцев. Вода течёт туда, где ниже берег. Эту метафору я уже несколько раз повторял в общении с разными представителями разных НИИ и администраторов. Я говорю здесь о том, что у бизнеса мало времени, он живёт в совершенно другом временном ритме. У НИИ есть вечность. Вечность пока действует госзаказ, а у бизнеса пока есть множество ограничений, как конъюнктура рынка, наличие спроса, наличие денег, ну и так далее, и так далее. Конкурентные факторы. И в этом смысле он очень быстро протыкивает места, куда ему нужно течь, куда ему лучше развиваться, и течёт туда, где ниже, где проще. Можно очень долго, я, в принципе, могу там, наверное, до самого утра рассказывать, какие есть ограничения в работе между бизнесом и НИИ, но проще всего мне сказать там шесть пунктов, которые точно должны быть исполнены, чтобы это сотрудничество началось. Заказ должен быть оценён в пару дней со стороны НИИ, ни в неделю, ни в месяц, ни в какие другие сроки, пару рабочих дней. Договор должен быть заключён максимум за неделю со всеми согласованиями. Задание должно быть выполнено чётко и в обозначенной в договоре сроки. И самое важное, результат должен быть применим в бизнесе заказчика, а не строго соответствовать ТЗ в договоре. Промежуточный статус по работам должен предоставляться мгновенно, сразу по запросу со стороны бизнеса. Это про клиентский сервис речь. И промежуточный язык НИИ должен быть понятен бизнесу. То есть речь идёт ещё и о смене языка, не только культуры действий. Все эти шесть пунктов требуют колоссальных внутренних изменений. И тут я могу сказать, что культура, живущая в НИИ сейчас, она не переживёт такие изменения. И речь идёт о том, что эффективное сотрудничество в существующей культуре между бизнесом и НИИ просто невозможно, за некоторыми исключениями. Более того, я уверен, что инструментами государственного администрирования сверху изменить культуру в НИИ невозможно. Культура является наполовину образом привычного действия, а на вторую половину, как мне кажется, средством защиты от тех изменений, которые возникают сверху. И поэтому, пытаясь изменить культуру сверху, придётся действовать в очень сложной стратегии, стратегии отражения. А это в больших структурах практически невозможное искусство. Так вот, любое ограничение я, как предприниматель, всё же вижу не как проблему. Я её вижу как точку роста. И утверждаю, что создатель первого частного эффективного НИИ в России, он точно войдёт в историю. Я также утверждаю, что неформальная сеть исследователей просто необходима. Она сейчас есть в некотором зачаточном виде, но это должно быть нормальным работающим отраслевым инструментом. И я также утверждаю, что хорошая жизнь НИИ невозможна без смены культуры. Я бы даже добавил, хорошая жизнь НИИ невозможна в условиях госзадания. И мой последний тезис, он в том, что сеть сетей — это дело молодых. И у меня есть надежда на молодёжь, способную отрицать в хорошем смысле умно опыт отцов, наш с вами предыдущий опыт взрослых поколений в части научной деятельности, а также способность дружить им между собой и с нами и создавать новое. Новое — не то, что улучшает существующую картину. Новое — это то, что в хорошем смысле подрывает существующий опыт действия, существующую культуру. Так вот, моя надежда на молодёжь, которая способна умно отрицать опыт отцов, дружить между собой и создавать новое. И самое главное, она должна, по моему мнению, сделать это вопреки. И самый главный вопрос, на который у меня так и не нашлось ответа, я не знаю, кто сейчас и где смог бы начать собирать такую молодёжь и готовить её к такого рода действиям. Спасибо. Александр Сергеевич, спасибо. Спасибо за зажигательный доклад. Есть ли вопросы у коллег? Да, пожалуйста. А чем занимается эта компания? Она написана 42. И что это? Мы занимаемся исследованием на основе данных и создаём разные инструменты для роста бизнеса. То есть у нас есть встроенный исследовательский процесс, но он сосредоточен на исследовании конъюнктуры рынка, на исследовании больших массивов данных. Но кроме этого, вот у меня есть разные такие приятельские, дружеские, так скажем, мягкие связи с представителями российской науки и сотрудниками российских НИИ. Есть ли ещё вопросы? Евгений Евгеньевич. Евгений Александрович. Александр Сергеевич, очень грустный доклад на самом деле. Спасибо, я старался. Ваши были слишком весёлые. В чём, да, нашла, Наталья Геральдовна, зажигательность доклада я не увидел. Очень грустный доклад. На самом деле впору закрыть на клюшку все наши учреждения и разойтись. У меня стратегия очень простая. Я открою вам, приоткрою эту тайну. Моя стратегия заключается в том, чтобы увидеть худшие из вариантов развития, предложить их вам и от них оттолкнуться в сторону лучшего. То есть я предполагаю, что будет так и будет хуже, если мы не сделаем ничего по-другому. Это мотивирующий доклад. Скорее всего, да. Александр Сергеевич, а по поводу шести шагов, какие нужны изменения? И понятно, мы тут до этого говорили, где брать людей с горящими глазами, а потом, если они появились, как сделать так, чтобы у них глаза не потухли? Понятно, что все это требует системы изменения управления, решения заказа за пару дней. Это, соответственно, перестройка структуры организации, другая система СРТ, другие типы людей. Но вот, собственно говоря, дорогу уже осилит идущий. И вот если вот сеть для многих – это такой некий абстрактный, ну вот эти дружат с этим, эти с другими дружат. Какие конкретные шаги можно было бы в научной организации? Вот, собственно говоря, нас здесь не так много, но вот мы все работаем в научных районах. Мы могли бы прийти в свой институт и сказать, надо делать вот так. То есть понятно, что ответ, наверное, будет менять культуру снизу. То есть вот что, какие первые шаги начать делать, чтобы хотя бы осознать то, что вы говорите, не воспринимать это в штыки, а воспринять именно как точку опоры, от которой нужно оттолкнуться и всплыть? Я считаю, что если меня не восприняли в штыки, то, значит, я ничего не сказал. Почему? Потому что я вот уверен, что в существующей системе и культуре, не и в отрасли, а внутри ничего нового, крутого, подрывного сделать нельзя. Я считаю, что, скорее всего, все эти попытки, даже самые изощренные стратегии, простая культурка кушает на завтрак. Это не моя фраза, это другой умный человек сказал. Вот. Ну, в целом, то есть я считаю, что, наверное, ничего сделать там нельзя. Но если вы говорите, какой первый шаг, наверное, я бы сказал, что первый шаг нужно внутри конкретного НИИ понять, что если мы хотим сделать научно-исследовательский институт, основная деятельность которого — это научное исследование, то нужно признать, что для начала придется перестать быть бюджетной организацией. Это как? Ну, перестать жить за счет госзадания, перестать жить за счет бюджетных денег, перестать ждать хорошего губернатора, который решит проблему. Просто-напросто. Вот это все, оно не ведет к изменениям, оно ведет к пролонгированию существования этой системы. Опять-таки, я не утверждаю, что российские НИИ надо закрыть. Помните мой первый главный тезис? В России есть наука. Если их закрыть, то науки в России станет сильно мало, слишком мало. Но я говорю о том, что рядом с этим все-таки должны создаваться, с одной стороны, небюджетные научно-исследовательские институты, частные научно-исследовательские институты и частные университеты. И университеты на самом деле это уже осознают. Некоторые из них уже действительно хотят стать автономной некоммерческой организацией, то есть они через смену формы юридической организации, юридической формы организации думают. На самом деле думать надо, конечно, через форму деятельности, смену ее. И в этом смысле некоторым прообразом того, о чем я говорю, являются научно-исследовательские институты, которым повезло быть поглощенными крупными российскими корпорациями. Вот, например, из нефтегаза, там, знаете, такое произошло. Немножко в металлургии такое случилось. Но опять-таки, все-таки, крупные российские корпорации, я осмелюсь сказать, что это все-таки государство, часть государства, чем бизнеса больше. Вот, и в этом смысле жду появления научно-исследовательских организаций, самостоятельных, обособленных, которые существуют не за счет денег бюджета, а за счет денег коммерческих компаний, многих коммерческих компаний. И вот это важный фактор. Ну, тогда сейчас я, да, тогда вопрос получается, что, и это очень многое часто обсуждалось, что понятно, что бизнес будет финансировать уже какие-то ориентированные, поисковые ориентированные исследования, а лучше вообще прикладные. И финансирование фундаментальной науки – это все-таки ответственность государства. То есть вот той логикой, которую вы излагаете. А бизнес должен финансировать и фундаментальные исследования тоже? Но это игра в долг. Тогда вопрос. То есть считаю ли я, что… В чем вопрос? Давайте восстановим. Вопрос в том, что должны ли быть НИИ нового типа, в том числе фундаментальной наукой заниматься, или только ориентирован уже все-таки больше на приклад? Вопрос отличный. Я прекрасно понимаю его, да, и прекрасно понимаю, что бизнес… Просто нет такого бизнеса в России сейчас, который был настолько осознанный и имел такой длинный горизонт планирования, который бы мог финансировать фундаментальные исследования. Первая часть ответа. Вторая часть ответа в том, что я знаю и вижу примеры, когда бизнес финансирует фундаментальные исследования. Но для этого нужны более зрелые компании с более длинной стратегией. В российской… в условиях российской экономики существующей пока это невозможно. И здесь хочется отметить, что и для этого нужны другие инструменты финансирования науки. В России вот последние 20 лет развиваются фонды целевого капитала, то, что на Западе называется эндаументы. И в больших, например, университетах с мощной исследовательской деятельностью пятерка крупнейших вузов мира открываете и смотрите, и у них всех есть свой эндаумент, который, первое, позволяет учиться у них бесплатно талантливым студентам в отсутствии государственного заказа и бюджетных мест. Это платит эндаумент. И с другой стороны, эндаумент позволяет взять деньги у бизнеса и гарантировать бизнесу, что эти деньги университет или исследовательская группа в университете или исследовательский университет потратит на длинную цель. То есть мой ответ такой. Первое. В существующем уровне развития экономики, безусловно, фундаментальное исследование должно продолжать финансировать государство. Других вариантов нет. Но должны расти инструменты гибридного финансирования, в том числе и в фундаментальной науке, а это сами фонды целевого капитала, а это льготы, которые даются бизнесу за то, что они инвестируют в фонды целевого капитала. И у бизнеса должна расти осознанность в части инвестиций прогресса и в части инвестиций науки. Я прогресс сейчас в фундаментальную науку, заметьте, разделил. Когда я говорю про финансирование прогресса, это прикладные исследования. Когда я говорю про финансирование фундаментальной науки, я говорю о том, что финансирование науки фундаментальной, это скорее корпоративно-социальная ответственность. Финансирование науки прикладной, это просто твоя среднесрочная стратегия как бизнеса. И вот когда это станет нормой, ответить на ваш вопрос можно будет проще. Да, Евгений Евгеньевич Содров. Александр Сергеевич, да, в любом случае даже в наиболее развитых странах государство, ну, государство на федеральном уровне, на уровне земель, регионов, штатов, все равно несет основной вклад в финансирование фундаментальных исследований, ну, не будем обсуждать, достаточно очевидно, вот, но не об этом, то есть государству финансированию нужно. Вопрос, вот вы говорили, бюджетная организация, госзадание, миссия НИИ – это выполнить госзадание. Да, как? Примерно так, да. Примерно так. Выжить выполняет госзадание, вот, правильно, малировка. Ну, так и тут можно с вами согласиться, дело ведь в чем? Что государство, вот эта игра в госзадание бюджетной организации, это откровенное государство создает условия для откровенной пропанации уже самой постановкой задачи, когда оно выделяет заведомо недостаточное финансирование на то, чтобы институт мог вести нормально научные исследования, не просто там часть от 200% зарплаты обеспечить за счет госзадания и, может быть, там, 10% коммунальных услуг оплатить, реально вести исследования, но делает вид, что за эти деньги государство реально должно вести исследовательские работы по такой-то тематике и только по этой получить полноценные результаты, много всего другого. То есть государство само стимулирует вот этот вот порочный круг выживания за счет госзадания. Изменив существенно некоторые административно-правовые реалии и увеличив финансирование до того уровня, когда это не является чисто водой пропанацией, можно было бы вот сферу государственных неги в заметной степени работы в ней, в деятельности жизни оздоровить и сделать живее. Вот некоторые утверждения, это даже не вопрос. Да, я понял, что это утверждение, да, что вы развили как бы мою мысль просто в другом направлении. Я бы здесь хотел просто как комментарий дополнить. Ну, первый момент, я не считаю как бы в данном случае государство подходящим термином с точки зрения уровня абстракции, потому что если мы говорим государство, мы тут же автоматически подразумеваем в том числе и нас с вами. Понимаете, да? То есть есть конкретные органы власти, которые отвечают за финансирование науки. Это вот мой первый комментарий. Второй комментарий заключается в том, что я не думаю, что они занимаются профанацией, то есть я не думаю, что в этом стоит их цель и задача. Я думаю, что они тоже текут туда, где ниже берег. То есть они видят вот эти инструменты как наиболее простые в существующей реальности для того, чтобы как-то финансировать науку, их используют. Следовательно, наверное, здесь так же, как с бизнесом. Если НИИ перестраивают свой запрос на финансирование, если НИИ начинают быть способными говорить по-другому о своих ожидаемых результатах деятельности, опять-таки не трогаю фундаментальные НИИ, да? Потому что там результат деятельности непредсказуемый зачастую. И если НИИ прикладные, они как-то не играют в эту игру, мы сейчас напишем какие-то риды и положим их в ящик и этим отчитаемся. То есть игра в данном случае про профанацию, как вы сказали, да, я просто повторяю ваш термин, она происходит с двух сторон. Вот мой обобщающий тезис. Я с вами согласен, но правило задает государство. Ну да, да, правило задает государство. И пока органы, которые отвечают за финансирование науки, не смогли придумать более эффективные системы для управления этим. Евгений Александрович, пожалуйста. Здравствуйте, я, конечно, понимаю, что вы так заняли одну из крайних позиций для того, чтобы усугубить понимание. Но вот у меня по шестому пункту к вам вопрос. Безусловно, то, о чём вы говорите и то, к чему мы должны прийти, это если бы мы сейчас обсуждали неродившегося ребёнка, а обсуждали бы его уже, его внуков, которых мы бы крестили, да, и обсуждали, как мы будем крестить. А для того, чтобы прийти к этому, надо вообще понять, что мы можем сейчас сделать, чтобы прийти в это состояние. Вот, собственно, у меня вопрос по языку, которому мы должны, а, учиться сами, учить наших аспирантов и так далее. И для того, чтобы мы были понятны бизнесом. Сейчас в России, там, наверное, можно, на двух рук хватит для того, чтобы перечислить тех людей, которые умеют разговаривать с бизнесом, умеют быть им понятным и умеют им быть полезным. Первым, кто мне привел в голову, это Боровков, да, который везде его как флагом им размахивают. И, собственно, видимо, это человек, который как раз овладел тем самым новым языком, которому мы должны учиться и учить будущие поколения. Вот, Александр Сергеевич, как Вы сформулировали основные параметры того, куда мы должны изменять наш язык? Важно разделить изменения и приобретение нового навыка. Я не могу изменить свой русский так, чтобы он стал понятен американцу. И поэтому, наверное, ответ на Ваш вопрос заключается в том, чтобы начать работать или иметь у себя в штате носителей языка бизнеса. Придумать такие условия и найти такого человека из бизнеса, который бы согласился работать у Вас в ней и быть, собственно, человеком, представляющим интересы бизнеса на каждом из Ваших важных совещаний. То есть обучение с учителем и не изменению языка, а новому языку, второму языку. Спасибо. Есть ли еще вопрос, Олеги? Есть вопрос. Да, Данила Викторович, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Саш, вот я в твоем докладе услышал, что, значит, там бизнес должен там чего-то там куда-то вкладываться, чтобы в эти эндаументы, должны возникать эндаументы. Чем эта позиция отличается от позиции НИИ, которые говорят, что государство должно дать нам больше госзадания? Я ни в коем случае не говорил, что бизнес кому-то чем-то обязан. Бизнес будет делать то, что позволяет ему зарабатывать больше денег. И в этом смысле должны появляться такие механизмы, которые будут бизнесом оценены как новые инструменты для заработка большого количества денег. Вот. И это не задача бизнеса создать такие эндаументы. И даже это, наверное, не задача НИИ создать такой эндаумент. Но что касается части задачи НИИ в этом направлении, то все-таки я готов, например, как предприниматель дать какое-то количество, небольшое количество денег, потому что я все-таки МСП, да, то, что маленький, дать в НИИ, но я должен понимать, что там будет какой-то осязаемый результат. И в этом смысле я не могу прийти в научно-исследовательский институт и сказать, типа, вот вам миллион, я буду надеяться, что вы сделаете что-то хорошее. Но при этом я готов дать миллион там в какой-нибудь эндаумент, который говорит, что вот мы там среди НИИ найдем тех, которые там по стеклу делают хорошую научную работу, мы им сделаем заказ, мы этот заказ у них примем, проконтролируем, и вот будет там какая-то технология в рынке, например. Но для этого нам нужно собрать там 100 миллионов, то есть приведите еще 99 друзей. И в этом смысле я готов просто даже благотворительно туда деньги дать, немного, но при этом надеясь и понимая, что результат будет получен, и есть люди, которые будут отвечать за то, что НИИ этот результат произведут. Вот так. То есть должно быть наличие третьей стороны, третьего заказчика. Спасибо большое, коллеги. Я думаю, что очень оживленная дискуссия. Александр Сергеевич, спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok